Привет, друзья! Как дела? В этом видео я покажу вам бой, в котором я разозлился, разозлился на прошлую катку, в которой у меня ничего не получилось, я сыграл крайне плохо, я ехал злой, злой, ужасный, серый варчик, который едет просто вперед, и на Е3 у меня уже есть такое правило, что вкатывать первым на Е3 нельзя. Но в этом бою я злой, поэтому я еду самый первый, а нельзя первым вкатывать, поскольку НЛД пробивается легко, и боеукладка ломается, наверное, каждым выстрелом практически, ну через раз точно. Но в этом бою я еду просто прямо, просто со злости, все надоело, пошло все к черту, просто еду прямо. Эта карта у нас просто замечательная, с двумя артами, и она полностью открытая, что в принципе неприятно. После того, как я посмотрел реплей, я так подумал, а это же гениально было, поехать просто прямо. Сейчас объясню почему. Часто, когда много арты на этой карте, все едут на левый фланг, там где горы, едут там за горами стоять, чтобы арта не накидывала. А там где открыты такие пространства, и посередине вот этого канала, никто не играет. То есть другой фланг и центр, играть под двумя и тремя артами люди не любят. Поэтому если мы едем просто прямо, то спереди врагов не сильно много, они все уехали налево. Так в этом бою и было. Но в этом бою мне еще и повезло, поскольку справа вообще врагов не было. В начале боя я это понял, что их скорее всего там нет. Ну по крайней мере медленных танков нет. Поскольку я на центре выглянул, ЛТшка там еще была, и спереди ничего нет. А это значит, что направо никто не ехал. Раз направо никто не ехал, то все враги либо спереди, либо слева. Жестко быкую вперед, еду прямо. Сначала на злость, а потом уже понял, что в принципе это круто, офигенно. Получилось просто, легко настрелять 9к урона. В этом бою будет 9000 урона. Вот такой вот обезбашенной тактикой. Казалось бы, здесь нет ни скилла, ни тактики, ничего. Поначалу так и было. А потом это все превратилось просто в гениальный бой. При этом я в нем не сказать, что сильно как-то старался, или о чем-то там парился. Я просто был на злости, на характере, пер вперед. И получилось сыграть вот такое. Здесь на баске там кустарные бедолаги сидят. Справа там Арточка плюется из ямок. А вся остальная команда у врагов слева. Но у нас чаще всего челики стоят на базе, и на правый фланг кто-то доедет. А вот на фланг там, где горы, там где вся команда врагов, туда едут реже. Поэтому чаще всего команда делится на ту, которая с одной стороны высохшей реки. Вот это вот русло посередине. И та команда, которая с другой стороны. Так в этом бою и получилось. Только фишка в том, что я уже поджат под всех врагов. И на медленном танке бронированном могу их разваливать просто сразу. Поскольку я не стою ничего не кемперю, а все это время ехал просто врагам в лицо. Приехал тут на базу, и здесь ПТшки всякие. Вообще не ожидали. Обычно они стоят, ждут, когда им кто-то посветит. Но кто им будет светить под двумя артами? Тем более, что один фланг брошен. Никто. Вся команда играет только одну сторону, с горами. А там светить особо нечего. Но челики на карту не смотрят, не видят, что им никто не светит. И просто стоят в кустах. Я приехал, их засветил, всех поубивал. Еще сейчас здесь будет момент, в котором мне еще раз крупно повезет в этом бою. Поскольку я убиваю арту, как раз четко в том месте, где мне нужно выехать на холмик и стрельнуть в стандарт Б. И этот трупик арты будет меня прикрывать от балкона с тяжами. То есть я сейчас выезжаю, мне везет с вертухи, попадаю в стандарт Б. И этот труп меня как раз четко вот спереди балкон с тяжами, на той стороне. И он меня четко закрыл. То есть это просто феноменальный бой. И здесь и везение, и просто злость какая-то на дурацкие бои картофельные. Плюс еще, по сути, здесь все по тактике гениально сыграно. Я сразу сама начала боя, ехал именно в то место, где мне лучше всего быть. А это под врагами, играя от рельефа. Поскольку, если мы прячем НЛД на Т110Е3, то мы получаем танк, который практически некуда пробивать. Здесь сейчас будет гениальная корявая стрельба Е3, где я буду с поломанной пушки стрелять в землю. Не стал чинить, поскольку думал, что мне еще что-нибудь сломают боеукладку, как обычно, или еще что-нибудь. Или поставят на каток и закрутят, поскольку союзников здесь нет. Поэтому я не стал тратить ремку, оставил ее на потом. Потихоньку пытаюсь тут разобраться с фрагами, которые почему-то не выйдут, не поставят меня на каток, не закрутят, не убьют. А просто стоят от рельефа, перестреливаются с Е3, который, ну, если НЛД не видно, то его вообще, по сути, пробить практически некуда. У него на рубке есть небольшое возимое место, которое пробивается. Нижняя часть лючка иногда пробивается. И прямые катки там с краю тоже иногда пробиваются. И НЛД. По сути, если НЛД спрятать, то пробивать практически некуда. Поэтому убиваем здесь польского тяжа 9 уровня. Здесь у нас еще немецкий тяж. Просто упарываемся вперед. Бахаем с вертухи, с поломанной пушки. Шарфутюр нас сбоку объезжает. А наши союзники там на баске разбираются против одного танчика, там потеют. И сейчас начнется у нас карусел-карусел с шарфутюром. В принципе, вот такой вот бой у меня получился. Да, были моменты в этом бою довольно-таки безалаберные, странные. Можно было сыграть лучше, но 9000 урона на Е3. На котором я просто быканул. Всегда радуют такие моменты, после того, как сыграл неудачно, что бывают бои, в которых можно кайфануть и сыграть просто не головой, а тупо характером. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok